Для того, чтобы интересно было сейчас наблюдать эти заезды, Максим Опалев пока еще, скажем, что он обладатель бронзовой медали на дистанции 1000 метров. Ведь прошли же еще соревнования в Каноэ 500 метров, четверка, где тоже Опалев гребет. Вот как раз этот коллектив Сергей Улегин, Александр Костоглот, Роман Кругляков и Максим Опалев. Все опытные турнирные бойцы, все владели титулом чемпионов мира и призеров чемпионатов мира, неоднократно причем в различных лодках. Но вот Костоглот гоняется здесь и в двойке с Ковалевым и Сулегиным. Опалев на трех дистанциях выступает в составе команды. Вот там, видите, Максим ближе к корме сейчас находится. Все в красных банданах. Я, кстати, вообще заметил, что сборная команда России в массовом таком порядке надела красные банданы для того, чтобы, видимо, вот эта вот удача фартовость Опалевская перешла к нашей команде. Ну вот, на ваших экранах Сергей Улегин справа налево, Александр Костоглот, Роман Кругляков и Максим Опалев. Обращая внимание на украинцы, первая вода, очень сильные люди. Климнюк, Дмитрий Савлин, чемпион Европы, неоднократный призер различных соревнований. Поляки, вторая, румыны, третья, чемпионы мира на тысячи. Семаческу, фальстарт. Фальстарт, фальстарт. Ну вот, сейчас, пока лодки будут выравниваны, достаточно нежная, я бы сказал так, и сам Опалев относится к ней как к такому необходимому счастливому атрибуту. Но, внимание, сейчас 200 метров. Итак, наш Каноэ четверком мчится, мчится для того, чтобы попытаться сделать все, чтобы отстоять звание сильнейших на планете. Это ведущие мастера гребли на Каноэ в нашей стране, друзья. И вот сейчас мы смотрим за этим заездом. Очень сложная дистанция. Но вы прекрасно понимаете, меньше 40 секунд перегребут спортсмены. 200 метров. Мы выигрываем пока носик лодки, но нужно постараться удержать до финиша. Это убедительное преимущество. Там очень сильно накатывают польские спортсмены, судя по всему. Ну, до финиша мы первые. Ура-ура. 34-49. Блестящий результат. Еще одна медаль. Золотая. В копилке сборной команды России. Сергей Улегин, Александр Костоглот, Роман Кругляков и Максимополев. Всем я вас и поздравляю. Ребята красавцы, ребята молодцы. Браво, браво. То, что нужно. То, что нужно на этой дистанции. Наши парни завоевали золотую медаль. Саша Костоглот, обратите внимание, вот он сейчас огромный такой мускулистый парень на культуриста похож. Видите, как трицепс напрягается? Все богатыри, конечно, в нашей команде. Ну, вот хватило здоровья у Ополя выступить здесь на пяти дистанциях сразу. Ну, посмотрим. Там еще у нас будет возможность понаблюдать за заездом на 500-метровке. Очень-очень интересное мировое первенство. И, конечно, ждем мы здесь выступления от наших ребят. Не только от канаистов, но, естественно, от байдарочников. Четверки в крупных лодках тоже у нас крепкий слаженный коллектив. Вот смотрите, как сцепив зубы Максим Мополев, там умирает буквально на финише. Но, конечно, ну, не буквально, естественно, все в порядке. Молодцы ребята. И наше поздравление наставникам нашей сборной. И, безусловно, Александру Рогову, президенту Федерации, главному тренеру сборной России Сергею Федорову, государственному тренеру. И Александру Абрамянцу и Владимиру Марченко. Поцеловал сейчас Сергей Улегин весло победное. Молодцы, молодцы ребята. Но, может быть, вот эта вот ополевская красная бандана, она-то как раз тоже свое дело здесь делала. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что подобного рода вот такие фартовые символы, они, конечно, остаются в памяти надолго. У Макса не получилось побороться за золотую медаль на тысячи. Испанцу проиграл в борьбе за серебро. Но Андреас Дитмар выиграл. Дитмар вообще очень здорово, кстати, готов. Двукратный олимпийский чемпион на нынешнем мировом первенстве. И 500 очень здорово шел Дитмар на этапах Кубка Мира. Ну, а пока посмотрите текущие результаты. Венгрия вторая, Чехия третья. Мы чемпионы. Мы чемпионы в этом виде программы 200 метров. Не олимпийская дистанция, но... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!